Тинатин Гивиевна Кандилаки родилась 10 ноября 1975 году. В городе Тбилиси, Грузия, отец Гиви Шалович Кандилаки по образованию экономист, некоторое время заведовал городской овощной базой. По линии отца Утины прослеживается старинное дворянское происхождение. Мама Эльвира Георгиевна Алавердян Медик, работала врачом-наркологом в Тбилисской клинике. В жилах телеведущей смешались грузинская и греческая кровь от отцовского рода с армянской и турецкой от матери, поэтому точно сказать о национальности Кандилаки сложно. Тина окончила 64-ю среднюю школу для детей военнослужащих в центре Тбилиси. В детстве дочь радовала родителей хорошей успеваемостью и эрудицией с малых лет Тинатин любила читать и решать задачки. Примечательно, что скорость чтения, которую демонстрировала Тина, поразительно 264 слова в минуту. Талант скорочтения Кандилаки в 2010 году использовался в рекламе нового спорткара Audi R8. За время разгона автомобиля на максимальную скорость Тина успевала продекламировать стихотворение Иосифа Бродского стихи о принятии мира. После окончания школы будущая звезда с легкостью поступила в медицинский институт на факультет пластической косметологии. Но Тину интересовали общение с людьми и сфера коммуникации. Поэтому еще на первом курсе мединститута девушка прошла кастинг и устроилась на грузинский телеканал. Спустя время под контролем генерального продюсера грузинского телеканала Серго Петадзе будущая звезда отправилась в Батуми на телевизионный фестиваль. Тина настолько понравилась окружающим, что даже тексты на грузинском языке переписывались для нее с русской транскрипцией. Тем не менее, преподаватели медицинского вуза были уверены, что телевидение – временное увлечение девушки, которое непременно пройдет. Профессорам не терпелось увидеть кандилаки в белом халате хирурга, ведь учеба давалась ей легко. Но девушка отдала предпочтение журналистике, бросила институт и поступила на журфак в ТКУ. Уже в молодости Тина стала брать вершину за вершиной и делала стремительную телевизионную карьеру. Кроме того, она набиралась опыта на радио 105. Когда журналистка достигла Олимпа на грузинском телевидении, она отправилась покорять Москву. В столице творческая биография Тины Кандилаки первое время складывалось нелегко. Будущая звезда снимала квартиру рядом со станцией метро Коломенское и обила немало порогов в поисках работы. Она оборвала телефоны редакции московских СМИ, предлагая свою кандидатуру радио или телеведущей. В один момент усилия принесли плоды Кандилаки взяли на работу на Эмраде. Но вскоре обаятельная грузинка перебралась на Эрды, где случилось знакомство со Станиславом Садальским. Стас забрал Тину работать на радио «Серебряный дождь», но со временем она вернулась на Эрды, за пару лет журналистка попробовала силы в различных проектах на радио и ТВ. Она показала себя в программе Муз-ТВ вместе с Александром Пряниковым, поработала над выпуском программы «Времечка», а на канале ТВ-6 ей доверили сразу три программы «Ой, мамочки, алё народ!» Я знаю всё. Пять лет, начиная с 2002 года, Тина Кандилаки вела программу «Детали» на телеканале СТС, а в марте 2003-го Тина Тин назначили телеведущей интеллектуально-развлекательного шоу «Самый юный». Передача была крайне популярной и набрала высокие рейтинги. Здесь ведущей понадобились и её удивительная эрудиция, и умение быстро говорить. Стиль ведения программы нашёл отображение во множестве смешных пародий. Однажды игроки высшей лиги КВН посвятили популярному проекту целый номер. В 2005-м украинский журнал «Теленеделя» признал Кандилаки лучшей телеведущей, а спустя год телезвезда была удостоена премии «Астра» она победила в номинации «Самая стильная телеведущая». За умение подать себя Тина получила награду «Гламур» и вошла в топ-10 секси как «Самая сексуальная телеведущая России». В 2006-м ей вручили премию «Тэфи» в номинации «Лучшая ведущая ток-шоу». Сегодня Тина является самой быстроговорящей журналисткой на российском ТВ. Кандилаки уверена, что её невозможно переговорить ни в эфире, ни в личной или даже виртуальной беседе. Знаменитость отличилась и в литературе. В 2007-м году Тина издала две книги «Большая детская энциклопедия «Эрудита» и «Конструктор красоты». Позднее в списке библиографии телеведущей появилось ещё два издания про тело и про лицо. В обоих женщина рассказывает секреты красоты и даёт читателям практические рекомендации о том, как надолго сохранить природную свежесть лица и тела. Особенно богатым на события для Тина Тины Кандилаки оказался 2009-й год. Журналистка продолжила сотрудничество сразу с несколькими центральными телеканалами России. А ещё грузинско-российская звезда снялась в небольших эпизодах в кино, чаще в качестве камео. Её увидели в фильмах «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Папины дочки» и «Светофор». Как медиазвёзду Тина Тин часто приглашают стать участницей популярных шоу. Зрители наблюдали за ней на телепроектах две звезды, фестиваль «Новая волна», «Форт Боярд» и «Ташир-2009». Была она гостьей в программе Владимира Познера. После интервью бурно обсуждалась в сети. Многие отметили, что кандилаке она далось нелегко за эфир – она дважды заплакала. Снималась кандилаке и для мужских журналов. Она появлялась на обложках Playboy и Max'ом. Правда, ещё до фотосессии женщина выставила ряд условий. Одно из них – никакой обнажённой груди. В итоге голые фото Тины получились абсолютно не пошлыми, а крайне эротическими. В 2015-м случился запуск нового спортивного канала «Матч ТВ», где кандилаки получила должность. А вскоре вместе с Дмитрием Губерниевым и Василием Уткиным женщина посетила студию «Вечернего Урганта», где рассказала о первых днях работы в качестве генерального продюсера. В декабре 2017-го кандилаки пригласили на интервью в передачу «О поговорить» с Ириной Шихман, включена Минюстом РФ в реестр иноагентов, где телеведущая ответила на вопросы о Ване Млечном, Юрии Дуде, по решению Минюста РФ внесён в реестр СМИ иностранных агентов, и Ксении Собчак. В 2018-м году кандилаки как ведущую пригласили на бизнес-форум Synergy Global Forum в Олимпийском, где в рамках мероприятия она провела беседу с Хабибом Нурмагомедовым. Встреча с бойцом началась с инцидента. При выходе на сцену Хабиба Тина протянула ему руку, чтобы поздороваться, но тот не ответил на жест женщины, а лишь слегка поклонился. После форума Тина решила разобраться с традициями и законами ислама, после чего опубликовала в Инстаграме «Соцсеть запрещена в РФ», она принадлежит корпорации МЭТА, которая признана в РФ экстремистской, пост, в котором объяснила поведение оппонента. А тот, в свою очередь, решил извиниться, написав, что таким образом он, наоборот, продемонстрировал уважение к кандилаки. Боец пояснил, что, если Тину это за дело, он просит прощения, поскольку не намеревался обидеть ведущую. В 2019 году кандилаки решила проверить себя в качестве режиссера, занявшись съемками сериала, которому дала название «Порно». Речь в кинофильме идет о представителях порноиндустрии, главные роли достались Аглая Тарасовой, Снежане Самохиной и Илье Малакову. В 2021 году важным событием в профессиональной биографии генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» стал Чемпионат Европы 2020. В интервью Надежде Стрелец Тина поделилась, что ее фаворитом была и остается сборная России. А вот на вопрос о справедливости высоких доходов по отношению к неважной игре российских футболистов кандилаки прямо не ответила, поскольку посчитала, что не обладает нужной долей компетенции в этой области. В интервью с Надеждой были затронуты и другие темы, в том числе поговорили о карьере. Как призналась Тинатин, большое значение в ней сыграл разговор с Познером, после которого она пересмотрела свое отношение к профессии интервьюера. Вспомнили о ситуации с Сулейманом Керимовым владелица ресторана «Грузинской кухни» вновь уверила общественность в том, что никакого романа с ним не было. 8 сентября стало известно, что Кандилаки покинула пост генерального продюсера телеканала «Матч ТВ», который занял Александр Тащин. Ее назначили на должность заместителя гендиректора холдинга «Газпром Медиа» Александра Жарова. В новой должности она в том числе курировала развлекательные каналы ТНТ, ТВ-3, «Пятница» отвечала за запуск и развитие информационного агентства «Матч». В 2022 года Кандилаки формально получила должность руководителя АО «ТНТ-Телесеть», которая является ключевым юридическим лицом ТНТ, а немногим позднее стало известно об уходе директора канала Романа Петренко с канала. Исполняющим обязанности была назначена Тина, и теперь в ее юрисдикции оказался контроль за вещанием. К слову, о возможности ведущей стать гендиректором ТНТ ранее говорила Ксения Собчак. Кандилаки коротко прокомментировала ситуацию, выразив уверенность, что команда в будущем будет только укреплять позицию канала, ставшего главным развлекательным ресурсом страны. Общественная деятельность прочно вошла в биографию Кандилаки еще на рассвете ее карьеры. Уже в 2007-м в попытках отстоять родное государство она негативно высказывалась о работе Михаила Саакашвили и призывала сограждан остановить президента Грузии. Спустя два года Тина стала членом Общественной палаты РФ, а еще через год в рамках Петербургского экономического форума поучаствовала в очередной сессии. Летом 2011 года Кандилаки организовала первый национальный образовательный форум «Умная школа». На нем телеведущая представила делегатам проект, основная цель которого заключалась в создании механизмов всестороннего образования, которое сможет развивать в детях способность свободного выбора жизненного пути. Концепцию образовательного комплекса разрабатывала команда специалистов на протяжении двух лет. Как создатель идеи в рамках проекта Тина взяла интервью у министра образования Дмитрия Ливанова. Записанную на видео беседу она представила зрителям тогда же на собственном YouTube-канале. В бизнесе Кандилаки преуспела не меньше, чем на телевидении. Одно время Тина была совладелицей российского холдинга «Апостол», затем находилась в совете директоров «Вятка Банка». В 2010-м женщина открыла собственный ресторан грузинской кухни «Тинатин». Все рецепты для него придумывала лично мать телеведущая Эльвира Георгиевна. Неоднократно телеведущая была лицом российских и международных брендов, в том числе Дейен фон Ферстенбок, Практа энд Гэмбл, Ауди. А в 2012 году она стала самой высокооплачиваемой телезвездой в России, подписав контракт с косметической компанией «Орифлейм» и увеличив состояние на 2 миллиона долларов. Спустя три года Кандилаки решила запустить собственную линейку косметики под брендом «Анселеджи», разработав для этого сайт. Знаменитость представляет инновационную линию по уходу за кожей лица и тела, продукты созданы по семи уникальным формулам, которые ранее не применялись ни в одном известном косметическом средстве. Телеведущая предлагает клиенткам не только кремы и сыворотки, особой популярностью пользуются ее подтягивающие патчи. Не прекратила Кандилаки развивать бизнес и в период пандемии, запустив на фоне распространения коронавируса производство дефицитных в стране медицинских масок. Тина Кандилаки неоднократно попадала под шквал критики. Ее имя связано с несколькими скандалами. Например, в ноябре 2006 года телезвезда попала в автомобильную аварию в Ницце. Как оказалось, она была в «Феррари», за рулем которого прибывал российский бизнесмен и депутат Госдумы Сулейман Керимов. Машина по неизвестной причине съехала с дороги и врезалась в дерево. Позже Тина Кандилаки призналась, что действительно сидела в машине с Керимовым. На местах ожогов, которые появились после аварии, журналистка нанесла тату. Летом 2015 Тина Кандилаки поссорилась с главным редактором спортивных каналов НТВ плюс Василием Уткиным. Спор завязался после фразы «Тина Тин» о желании создать редакцию телеканала с нуля. В мае 2018 года Тина вновь попала в скандальную ситуацию. Блогер Лена Мира опубликовала якобы разоблачительный пост про ее мужа Василия Бравко. По словам Лены, молодой человек увлекся юной красавицей и звездой холостяка Николь Сахтариди. Блогер внимательно следит за аккаунтами популярных людей и заметила, что Василий регулярно оставляет лайки под фотографиями сексуальной и молодой Николь. Мира считает, что для Тины это должно стать первым звоночком, ведь от этих лайков до измены шаг или даже меньше. Однако, похоже, что телеведущую мало волновали расследования Лены Мира, она никак не прокомментировала ее слова. Фоловеры посчитали, что подобное отсутствие реакции связано с тем, что Тина беременна. Еще в марте в личном блоге под фото с тренировки подписчица раскритиковала ее талию, на что теледива решила ответить, что ей всегда сложно с талией и будет еще сложнее в течение девяти месяцев. Журналисты решили, что Кандилаки ждет ребенка, но долгое время официальных подтверждений этой информации Тина не давала, хотя СМИ растиражировали новость, а поклонники поспешили ее поздравлять. По прошествии месяцев округлившегося животика так никто и не увидел. Новый конфликт Кандилаки возник в начале марта 2020 года. На этот раз объектом обсуждения Тины стал боец Александр Емельяненко, о котором теледива написала пост в блоге. Женщина назвала его ребенком российского ММА, подчеркнув, что, хотя бойцеовские навыки Емельяненко неоспоримы, он нажил себе немало врагов и даже умудрился рассориться с братом Федором. Вместе с тем телеведущую волновал вопрос, зачем Рамзану Кадырову нужен Александр, который в начале февраля, переехав в Грозный, стал тренироваться в бойцеовском клубе «Ахмат». Емельяненко не заставил себя долго ждать, опубликовав в пост, в котором назвал Кандилаки полной дурой. В свойственной себе манере Тина ответила, что Саша просто нуждается в воспитании. Вскоре телеведущая услышала извинения от Емельяненко, который записал на эту тему ролик вместе с Кадыровым. В 2013 грянул скандал. Светская львица Ксения Собчак обвинила Кандилаки в романе с женатым мужчиной. Имелся в виду Рамзан Кадыров. Конечно никаких подтверждений сказанному у Собчак не было, но история наделала много шума. В ответ на это Кандилаки опубликовала список экс-любовников Собчак, среди которых были как женатые, так и холостые мужчины Вячеслав Лейбман, Умар Джабраилов, Александр Шустерович и другие. Тина ничуть не смутила, что в ту пору Ксения уже как год состояла в браке с Максимом Виторганом. Ранее, в 2007, Собчак и Кандилаки уже обращали на себя внимание скандальным поцелуем на вручение премии журнала «Джек Ю Человек Года». Ксюша заявила, что Тине гораздо лучше в синем, чем в красном, намекнув на историю с Керимовым. Тогда находчивая грузинка подошла к соведущей и поцеловала ее в губы. Несмотря на то, что история конфликта насчитывала уже много лет, о нем постоянно упоминали в СМИ, в 2021 году Кандилаки, наконец, дала конкретное объяснение, почему на самом деле практически лучшие подруги перестали общаться. С ее слов, слухи о проблемах с совместным бизнесом не имели никакой реальной подоплеки, поскольку его никогда не было. А причиной конфликта оказался мужчина государственный деятель Сергей Капков, с которым у Ксении были отношения. Недопонимание пошло после того, как Капков не отвечал на сообщения светской львицы во время ужина с Тиной и ее мужем. Бывшая ведущая «Дома-2», по словам Кандилаки, приревновала Сергея. Атина Тин сделала вывод, что раз подруга ей не доверяет, то смысла в дальнейшем общении уже нет. Тине удается в своем возрасте отлично выглядеть при росте 167 см, вес составляет 52 кг. Секрет красоты в том, что над фигурой, как и над карьерой, телезвезда привыкла работать. Она любит спорт и регулярно дает телу физические нагрузки. Часто в личном блоге телеведущая выкладывает фото и видео фитнес-тренировок, на которых занимается с профессиональным тренером. К слову, ее часто сравнивают с голливудской звездой Пенелопой Круз. Разумеется, некоторые уверены, что Тина является пациенткой докторов и нередко прибегает к пластике, хотя сама телеведущая не комментирует это. Но, пожалуй, первое, что замечаешь при сравнении фотографий Кандилаки, да и после этой изменившуюся форму носа. Эта часть лица телеведущей приобрела мягкие очертания, ушла горбинка, и появился вздернутый кончик. Следующим этапом на пути к совершенству Кандилаки стало увеличение объема губ. Предположительно, впервые женщина прибегла к инъекциям гиалуроновой кислоты в 2015 году. Все заметили тогда ее обновленные чувственные губы. Сегодня Тина Кандилаки наслаждается семейным счастьем и делится с поклонниками секретами. В ее аккаунте Инстаграма, соцсеть запрещена в РФ, она принадлежит корпорации МЭТА, которая признана в РФ экстремистской, и Телеграм-канале появляются забавные сообщения. Так, она рассказала, что, кроме всего прочего, ее с мужем объединяет любовь к еде. Из-за пандемии коронавирусной инфекции с подругами и приятельницами она все чаще стала встречаться посредством специальных приложений. Прямой эфир подписчики Кандилаки и Леры Кудрявцевы увидели в сети в середине апреля 2020 года. В нем Лера рассказала подруге о многочисленных беременностях и об отношениях с молодым мужем, а также поделилась другими подробностями личной жизни. А вслед за этим совместный эфир Тина провела и с Глебом Никитиным, губернатором Нижегородской области. Не меньше просмотров набрали ее эфиры с российским рэпером Гуфом, Алексей Долматов, и бизнес-леди и блогером Оксаной Лаврентьевой. Ведущая стала гостьей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, где рассказала, как тяжело дался ей путь к всероссийской узнаваемости, особенно в студенческие годы, когда Кандилаки была единственной грузинской студенткой в российском образовательном учреждении. Также женщина поведала и о поддержке мамы, которая работала днем и ночью, только чтобы дочь получила достойное образование. Не обошла Кандилаки и студию Регины Тодоренко. Телеведущая рассказала о бизнесе, семейной жизни и о конфликтах, с которыми ей приходится часто сталкиваться. В начале победного пути по покорению столицы Тина Кандилаки познакомилась с молодым человеком. Им оказался бизнесмен и художник Андрей Кондрахин. Романтические отношения вспыхнули и переросли в роман. Спустя два года жизнь Тины Кандилаки прочно связалась со светловолосым и голубоглазым Кондрахиным в паспортах влюбленных появились штампы. В счастливом союзе родились двое детей погодок дочь Мелания Кондрахина и сын Леонтий Кондрахин. Спустя 11 лет вдруг возникли слухи, что пара на грани развода. Трещина появилась, но Тина и Андрей ради детей попробовали возродить былые отношения. К сожалению, попытка оказалась неудачной и супруги расстались. О причинах развода никто из них так и не рассказал. После расставания Тина не запрещала отцу видеться с детьми. Громкого раздела имущества тоже не было. Дети остались жить с мамой. Зимой 2015 года стало известно, что Тина снова вышла замуж, на этот раз за бизнес-партнера и телеведущего Василия Бравко. Он моложе Тина Тин на 11 лет. Информация об их свадьбе появилась спустя год после торжества. Кандилаки предпочла не афишировать подробности личной жизни. Несмотря на семейную идиллию, в 2019 году стало известно о романе Кандилаки с Артемом Милевским, бывшим нападающим украинского «Динамо», об этом мужчина сам рассказал в интервью. Правда, уточнив, что было это в далеком 2006, когда Тина приезжала в Киев снимать «Самый умный». На вопросы подписчиков телеведущая ответила, что роман был, «но в прошлом, сейчас она счастлива с другим мужчиной». В начале 2023 года возникли слухи, что у Тина Тин родился третий ребенок, причем, как писали новостные сайты, семья обратилась к услугам суррогатной матери. Любопытно, что сама Кандилаки воздерживалась от комментариев. Однако в своих прошлых интервью знаменитость допускала возможность такого появления на свет их совместного с Василием ребенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова